Три дня днями раньше соглашение о сотрудничестве было подписано с Челябинской областью. В южно-уральской столице прошла презентация экономического потенциала Чувашии. Встречаясь с коллегами, глава республики Михаил Игнатьев неоднократно отмечал, обеспечить дальнейшее развитие регионов можно только при условии развития горизонтальных связей. Делегация деловых кругов Чувашия поработала в Челябинской области очень плодотворно. В Челябинск с деловой миссией отправились руководители промышленных и агропромышленных предприятий Чувашии. Электропаратного завода Химпрома, компании Яхтинг, Строймаш, Чуваш-Хлебопродукты, Чебоксарского мясокомбината и многих других. Программа была настолько насыщенной, что участникам делегации пришлось разделиться на группы, чтобы успеть побывать везде. Понятно, что и наших, и челябинских производителей интересовали новые рынки и новые контакты, но развитию прежних связей тоже уделили большое внимание. Свою продукцию первым делом увидел на Челябинском трубопрокатном заводе коммерческий директор ЧААЗа. Электропаратный завод участвовал в строительстве высоты 239, в частности поставлял электротехническое оборудование. Прошло 6 лет. Оборудование не вызывает никаких нареканий, надежно работает. Ну и в крайнем случае мы готовы всегда приехать и заменить его, и готовы поучаствовать в дальнейшей реконструкции и строительстве сухов для Челябинского трубопрокатного завода. Агропром Челябинской области – отрасль, пожалуй, самая интересная. К примеру, основное направление птицефабрики – производство яиц. Но у них есть подсобное хозяйство, элеватор и еще племенное производство гирифордских коров. Корма выращивают сами, перешли, кстати, на органические удобрения. Так что производство безотходное, все идет в дело и в конечном счете работает на прибыль. Побывали аграрии и на других предприятиях, причем переговоры прошли очень эффективно. В рамках основного соглашения, я уверен, появится много новых соглашений. Вчера мы уже первые плоды видели, первые соглашения. Вот сегодня мне уже звонили с Батриевского плодопитомника. Будет заключен договор с Адами России по поставке черенков, семян, рассады. То есть наш Батриевский плодопитомник поставляет сюда саженцы, берут отсюда семена декоративных, в том числе растений. Еще один итог визита. В Челябинской области будет открыто торговое представительство Чувашии, что позволит активизировать товарооборот между регионами и более оперативно реагировать на предложения взаимодействия. В Южноуральской торгово-промышленной палате прошла презентация нашего промышленного потенциала. Кроме того, ряд предприятий, строймаш, техноприбор, каскад и другие уже заключили договора о предметном сотрудничестве. И это только начало. Самая большая польза от того, что наши бизнесмены, они абсолютно правильно шли в правильном направлении, правильно развивали свой бизнес. Но когда они посмотрели то, что здесь уже создано, у них появилась уверенность, что, во-первых, они тоже развиваются в правильном направлении, что их некоторые партнеры зашли уже дальше, чем они, ну, в хорошем смысле слова. И у них появилась уверенность, что да, они могут сделать то, что они задумали. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика, из Челябинска.